Такое отношение московских властей фактически формирует в головах тех жителей, которые живут здесь, образ колонии, это правда. Люди заработали, встали и ушли. И это все осталось нашим, нам, нашим детям, нашим внукам. Вроде бы как бы все все знают, а результаты получить не могут. Вопрос политической воли и дальнейшим шагам, это вопрос к нашей существующей власти. Мне кажется, уже всем все понятно, что нужно делать. Вопрос, почему не делается? Привет, друзья, это YouTube канала Красньюс, я Журналист Дмитрий Полошин. Качество жизни, экологическое загрязнение такое, что Красноярский край опустился на самое дно экологического рейтинга Всероссийской общественной организации «Зеленый патруль». И сегодня ситуацию с загрязнением окружающей среды я хочу обсудить с руководителем краевого отделения партии «Зеленые», депутатом Горсовета Красноярска Сергеем Шахматовым. Привет, Сергей. Привет. Сергей, почему Красноярский край занял такое низкое место в этом рейтинге? Во-первых, этот рейтинг делается ежеквартально, и сейчас были опубликованы итоги зимних замеров общественного мнения. Этот рейтинг уже существует, и «Зеленый патруль» его делает больше 10 лет. И основной критерий в составлении данного рейтинга – это социальная активность и социальная реакция людей, в том числе в социальных сетях, на те или иные экологические проблемы в регионе, не просто в городе Красноярске, но в целом в Красноярском крае. И здесь та активность, которая была зимой, она была связана, в первую очередь, с теми режимами неприятных метеоусловий, вот этим черным небом в январе, который практически весь январь продлился, и с историей, связанной с отравлением в Академии городки водой очень большого количества горожан, собственно говоря, и отразилась в итогах рейтинга. Сергей, группа депутатов Горсовета Красноярска, в том числе ты и депутат Сенченко, другие народные избранники, подняли вопрос ввоза прямо на окраину Красноярска, на полигон серебристый, старых пестицидов, около 900 тонн, вы потребовали, чтобы в Горсовет вызвали и руководителя Минэкологии, и руководство самого полигона, чего вы можете добиться? Ну, во-первых, да, сегодня мы в рамках сессии Горсовета неформально пообщались на эту тему с коллегами, с депутатами, конечно, все озабочены вот этой всплывшей проблемой ввоза по срокам, по контракту, это май месяц, вот уже не за горами, недалеко, и определились, что все-таки, ну там, самые активные депутаты обратились в профильную комиссию и представители Горсовета, для того, чтобы мы собрались со всеми компетентными органами, эксперты, специалистами у нас на нашей площадке и все-таки посмотрели, в чем суть и в чем проблема, и самый главный экологический аспект, аспект влияния на не просто природу, но и на здоровье горожан, вот этой проблемы, которая у нас может возникнуть из ничего. В свою очередь мы, как зеленые, написали и пригласили специалистов, сейчас ждем ответы от профильных организаций Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора, в части вообще эксплуатации данного объекта, который находится в нескольких километрах от черты селитебной зоны, жилой зоны города Красноярска. И, конечно же, мы этот вопрос просто так не оставим, будем разбираться и формировать свое мнение, как орган законодательной власти в городе Красноярске в части вот этой проблемы. Мы очень боимся, что, чтобы не повторилась ситуация с Уссори-Сибирском в Иркутской области. А напомните? Когда после работы большого химического предприятия, фактически перешедшего после 90-х в частные руки, был накоплен огромный объем сегодня химических как раз подобных отходов, подобного самого высокого класса опасности, и на сегодняшний день эта земля и это предприятие было брошено. То есть были деньги выкачаны, бизнес был сделан, а убирать за собой, приводить в порядок и рекультивировать те земли, которые были еще в советских времен на этом предприятии, частник не захотел и просто собрав деньги уехал за рубеж. Вот такая ситуация. Сегодня это самый, наверное, большой объект накопленного ущерба в России, такого класса опасности, который реально влияет на здоровье и на природу прибайкальских районов. И вплоть до того, что может повлиять и на сам Байкал. Поэтому в случае с полигоном Серебристой мы хотели бы увидеть реальную перспективу дальнейшей судьбы этих опасных отходов, в том числе, которые они планируют привезти, и те, которые уже законсервированы на объемных площадях. Чтобы не было такого, и не было даже попыток повторения истории с Усолью и Сибирским, когда люди заработали, встали и ушли. И это все осталось нашим, нам, нашим детям, нашим внукам. И все это не пришлось бы нам рекультивировать и утилизировать за наш счет, из нашего кармана. Сергей, одна из острых проблем, которая волнует многих красноярцев, это ввоз в Красноярский край отработавшего ядерного топлива. Как ты можешь прокомментировать ситуацию? Здесь, конечно, нужно начинать с федерального центра, менять вообще, в принципе, отношение к периферии, к тем городам, которые, а, держат население, держат территорию, б, зарабатывают реальные деньги и вырабатывают реальный валовый продукт региональный, платят налоги, а в итоге получают то, о чем ты сказал сейчас. Конечно же, в каждом случае свои нюансы, свои особенности, но сегодня от безответственной экологической политики, несистемной политики, которая транслируется с сегодняшней властью, нужно переходить к новой экологической политике, мы ее так и называем между собой НЭП, к новой экологической политике, которая будет ставить периодопользователя, какие-то коммерческие бизнес-интересы. Не только во главу угла с точки зрения зарабатывания денег, а в первую очередь сохранение природной окружающей среды и минимизация влияния этих производственных условных единиц не только на природу, но и на здоровье людей. Но для этого требуется менять систему на федеральное законодательство. Кому приятно, там, где ты живешь, иметь какие-то непонятные опасные отходы под боком? Или ядерную могильник, как его называют? Я думаю, что никому неприятно. Конечно, нужно смотреть зарубежное. Сегодня и, например, во Франции, в регионе Шампань, где, собственно говоря, вращивается тот самый виноград, то самое шампанское, уже действуют подобные лаборатории. Пока еще не хранилища. То есть они пока исследуют варианты финальной изоляции опасных радиационных отходов первого класса, первого-второго класса, то есть особо опасных. И таких лабораторий два десятка по всему миру. В России подобные лаборатории планируют появиться минимум, насколько я знаю, в трех городах России. Подобные лаборатории для того, чтобы понять, есть ли технологическая и, соответственно, экологическая возможность как-то обращаться с этими отходами. К сожалению, мы сегодня живем в то время, когда уже неважно, какие ядерные отходы, это данность наша. Нам нужно что-то с этим делать. Нет еще пока в мире не придуманной технологии, связанной с полностью безопасной переработкой отходов. Нет такого. Я думаю, что, может быть, в будущем наши дети это придумают. Поэтому весь мир пошел по пути пока на сегодняшний день. Финальной временной изоляции, для того, чтобы, если появится технология, можно было это изъять обратно и переработать. Случай с Железногорском, на самом деле, он ничем не примечательен в других случаях и по России, в других двух городах и по всему миру. На самом деле, зеленых в большей степени раздражает то, что на протяжении нескольких лет вокруг этой проблемы создается искусственно-информационный лагерь. Хорошо. Власть решила сделать на профильном производстве, как у нас есть мокрое хранилище, которое функционирует уже несколько десятилетий. Мы понимаем технологию, мы понимаем те степени безопасности, которые возведены. Сделать другое, в первую очередь, лабораторию, а потом уже принять решение о каких-то там захоронениях. Но вы соберите народ, объясните, объясните экспертам, объясните экологам, не профессионалам, объясните общественности. Приведите, покажите, расскажите, проведите честно-публичные слушания. Вот этот информационный вакуум, который создается искусственно, он играет государственная корпорация только во вред. Станьте открытыми, обсудите те или иные нюансы, покажите, что каждый горожанин, допустим, города Красноярска или Сосновоборска или зато Железногорск, это ровно тот радиус влияния потенциального этих отходов опасных, получит за то, что, возможно, будут захоранивать, если найдут технологическую возможность эти отходы. Что получит конкретный человек, что получит конкретная территория, возвращаясь к опыту французскому. Сегодня нет там захоронения, но уже 20 лет эксплуатируется лаборатория, которая изыскивает технологические возможности временного или финального захоронения этих опасных отходов. Но там корпорации типа нашего Росатома провели публичное слушание, собрали людей, объяснили, рассказали, как они будут строить, какую дополнительную налог на прибыль получит территория, какие налоги дополнительные получит через другие виды налогоблажения. Мало того, они провели конкурс, у них было несколько регионов, которые могли бы поучаствовать в этом проекте, и выбрали тот регион, который для них создал более лучшие социальные и экономические условия для реализации этого проекта. То есть не корпорация нагибала территорию, а территория сама, договариваясь со своими жителями, формировала некий образ реализации этого проекта. Мало того, корпорация уже начала, еще не построив, не завязяя первого, условно говоря, фундамента на эту лабораторию, уже начала платить бюджет денег этой территории. Территория начала развиваться, и это все видно из всех открытых источников. Вопрос, почему вот так нельзя сделать у нас? Собрать, сделать конкурс, выбрать территории, более-менее подходящие для хотя бы лаборатории, объяснить условия, сказать, что мы готовы открывать какие-то грандовые программы, социальные программы, выплачивать в бюджет конкретные деньги, как это делает сейчас Росатом в части захоронения, допустим, того же самого мокрого хранилища, принимая отходы существующие. К сожалению, всего этого мы не наблюдаем. И люди не понимают, почему они должны находиться даже не в том месте, где захоранивают, а в том месте, где будут тренироваться захоронивать. В этом смысле это движение должно создавать непосредственно сама госкорпорация, которая занимается этим вопросом. Такое отношение московских властей фактически формирует в головах тех жителей, которые живут здесь, образ колонии. Это правда. Во Франции не пошли по такому пути. Они, наоборот, пришли и сказали, ребята, кто территория, которую, возможно, можно строить у вас в лаборатории. Мы вам дадим столько-то денег. Мы вас не считаем колонии, вы сами примите решение. Готовы вы на этих условиях или не готовы? У них не колониальный подход. У нас немножечко другой подход. Может быть, его поменять? Красноярцев волнует не только ввоз мусора, не только отработавшего ядерного топлива. Красноярцев очень волнует проблема черного неба. Режим неблагоприятных метеоусловий, который объявляется у нас десятки дней в году. Почему краевая власть ничего не способна сделать, ничего не может изменить в этой ситуации? Все началось с тех знаковых, я считаю, публичных слушаний в Законодательном собрании, которые прошли пять лет назад весной. И в том числе выступал я на предмет обозначения этой проблематики. Ровно через год появилась программа «Зеленых семь шагов в чистом воздухе». В программе уже четыре года. В этот же год состоялся первый митинг за чистое небо, если вы помните. И вот уже как больше двух лет этой темой заинтересовался президент страны, который приехал, собрал всех и сказал, что нужно разрабатывать комплексный план и вообще все это реализовывать в рамках федерального проекта «Чистый опыт». Если говорить о формальной стороне, то вроде как программа реализуется, какие-то критерии добиваются. Если мы говорим о валовых выбросах реально от промышленности, они сокращаются. А других типов источников, автотранспорт, автономные источники типа снабжения, наоборот увеличиваются. Их доля. Их доля. И, собственно говоря, валовые выбросы. Это может повлиять на транспорт невозможно. Да. Если мы говорим в части влияния загрязнения именно не просто от валовых выбросов, потому что очень большое количество валовых выбросов вообще не попадает в Красноярск. Это знают все специалисты и эксперты. Если мы говорим о вкладе в приземный слой, загрязнение приземного слоя, выявляются новые классы источников загрязнения, помимо наших основных промо-предприятий, металлургии, ТЭЦ, энергетики, производства цемента и ряда других отраслей. И вроде бы все все знают, а результаты получить не могут. Либо поступательная, очень медленная работа не сказывается на общем фоне. Нет. Нужно, конечно, отдать должное существующей региональной власти, что они эту повестку просто элементарно не заминают, но им просто не получается замять это. Есть уже образованы там целые пачка этих общественных сетей сигнальных, которые сигнализируют каждый день о той или иной проблеме с атмосферным воздухом. Ученые уже наши в КНЦ СУРАН занялись и натянули свою сеть наблюдения. Развивается территориальная мониторинговая сеть, которая показывает не просто там по мелкодисперсной пыли, а по многим веществам проблемы в городе. Уже выпущено много докладов на предмет классификации и ранжирования источников загрязнения в Красноярске. Их вклада, особенно в режим НМУ, черного неба. Но до конечного акта, как поработать с этим ранжированным списком и что убрать в первую очередь во вторую, в третью, в четвертую, почему-то руки пока не доходят. Я полагаю, что это все-таки отсутствие определенного уровня политической воли. Политическая воля, конечно же, она есть. Но именно такой политической воли, чтобы все-таки приехать и решить вопрос за газификацией Красноярска, если это возможно, технически, экономически. Хорошо, нет этой возможности. Давайте вот, было недавно сообщение от Министерства энергетики, нас не включили и даже не просто в трубопроводное развитие газового региона, а в проект очень большой по СПГ с жиженым природным газом. Нас тоже там нет. Хорошо, нет такой технической возможности, хотя на самом деле есть. Давайте тогда выделять тариф для автономных источников теплоснабжения, для нашего печного отопления, для промышленных предприятий, чтобы мы уходили от грязной угольной генерации. Но и это движение почему-то куда-то кануло в лето. Хорошо, у нас есть с вами разработки наших ученых на тему бездымного угля. Давайте дадим хотя бы, ну, хоть какие-то типы источников закроем, чтобы можно было просто чуть-чуть легче дышать и вздохнуть хотя бы. Заменим. Здесь нужна субсидия, потому что бездымный, менее вредный уголь, он дороже в два, а то и в три раза, чем обычный уголь. То есть нет экономической составляющей. Везде упирается в какую-то поддержку, господдержку, дотации. Но на этом вся песня заканчивается. Сергей, я как обыватель спрошу, потому что лично моя точка зрения, если бы удалось снизить тарифы на электроэнергию в два-три раза, у нас большинство вот тех проблем, которые мы с тобой обсуждаем, они бы сошли бы на место. На самом деле есть такая тема. Сегодня, к моему удивлению, уже сами промпредприятия начали делать какие-то пилотные проекты. Допустим, СГК начинает делать пилотный проект в маленьком микрорайоне Покровки на предмет полного замещения от обычного угля, допустим, углем без дыма, новой разработкой. Сегодня есть планы у Русала, как ни парадоксально, нашего металлургического гиганта, который дает достаточно существенный вклад за возгрызение воздуха, разрабатывают варианты локальной газификации отдельного микрорайона, чтобы посмотреть, как на самом деле можно через замену на более экологический вид топлива решить экологическую тематику. Меня удивляет другое, к чему власть-то, собственно говоря, не берет и не тиражирует все это. Уже сами предприниматели начали идти, это делать и предлагать, а власть сидит и думает. Мы еще четыре года назад принесли в законодательное собрание в правительство края расчеты на предмет того, сколько нужно денег в год, чтобы субсидировать ставку тарифа на за один киловатт для тех, кто владеет в черте города автономными источниками техпоснабжения на грязном Бородинском угле. Это соизмеримые деньги, соизмеримые строительством детского садика или двух детских садов за один отопительный сезон. Сезон, как ты правильно заметил, когда люди могут реально вздохнуть. Потому что сегодня и СФУ, и СОРАН, и мы, как общественники, проводим многочисленные замеры и видим, что в режим черного неба, в режим НМУ, существенный вклад именно в загрязнение приземного слоя дает вот эта целая армия низких источников загрязнения на угле. Это и котельные, это бизнес, который отапливает себя, это почти 18 тысяч частного сектора. И это все в черте города. Поэтому вопрос политической воли и дальнейшим шагам – это вопрос к нашей существующей власти. Мне кажется, уже всем все понятно, что нужно делать. Вопрос – почему не делается? Здесь только два вопроса. Либо власть не понимает, что делать, либо заинтересована, чтобы этого не делалось. Сергей, ты отметил, что краевая власть не дорабатывает по экологической проблематике. Не хватает представительства, что называется, экологических лоббистов и в краевом парламенте. Намерно ли партия «Зеленые» побороться за мандаты этой осенью для того, чтобы отстаивать интересы красноярцев и поднимать экологические проблемы в краевом парламенте? Про себя преждевременно что-то говорить, про какие-то амбиции именно лично мои. Но совершенно точно после получения очень существенной поддержки именно «Зеленой» повестки в Норильске у нас два депутата и в Красноярске, где у нас создана фракция. К сожалению, в других городах мы не успели поучаствовать на эту тему. Понимая и зная, какая ситуация экологическая в других городах Красноярского края, она на самом деле такая же плачевная. И понимая, что есть запрос на эту тематику, конечно же «Зеленые», «Красноярские зеленые» будут участвовать в выборах законодательного собрания. Сейчас активно формируется команда, разные команды, и активистов, общественников, и экологов, и просто специалистов, экспертов, которые, на мой взгляд, имеют все шансы на поддержку населения, чтобы зайти и заниматься сугубо экологической тематикой, продвигая те наши наработки и те наши программы по улучшению качества окружающей среды. В данном случае в Красноярске, допустим, это атмосферный воздух, там проблемы с отходами, работая на результат. Имея возможность делать запросы в контроль надзорные органы, получать ответы и формировать настоящую региональную политику, реализацию которой даст существенный и осязаемый для каждого жителя города Красноярска и Красноярского края, любого города Красноярского края, результат и ощущение того, что окружающая среда становится лучше, чище, и качество вот этого жизни растет. Спасибо, это YouTube-канал «Красньюз» и я журналист Дмитрий Полушин. Благодарю за интервью. Проходители краевого отделения партии «Зеленые» и депутата горсовета Красноярского Сергея Шахматова. Спасибо, Сергей, до свидания. Спасибо за ваше внимание к этой тематике, очень важным для горожан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!